Любимый, поздравляю тебя с первым местом в кроссе Демон Блан. Поделись своими впечатлениями. Спасибо, любимая. На самом деле, очень тяжелая гонка. Я даже не ожидал. Шесть дней назад я бежал подобную гонку. Там было 33 километра. И тоже не подводился к ней, как и к этой гонке, так как готовлюсь к чемпионату Европы, который будет через две недели. Эти две гонки использовал как тренировки. Понимал, что сегодня примерно мне два часа бежать. Неделю назад-то было три часа. Но сегодня очень быстрая была гонка. И я отвык быстро бегать. Мы в пологую горку со старта начали по 3.30 первые километры. Что для меня было быстро, так как все-таки это не по-ровному, а в горку. И я бежал просто на своем пределе. Бежать всего было 23 километра. Вся гонка практически вверх, без спуска. Один спуск был, 600 метров. Но мне эта гонка напомнила соревнования по горному бегу, больше чем трейловую гонку. Так как очень такой беговой прям подъем со старта. И группа примерно 10 человек убежала. Я бежал, и у меня были просто мысли вернуться. Думаю, что я делаю. Если уж вышел на такой старт, нужно обязательно к нему подвестись. Так как гонка серьезная, очень много участников. Вообще, любые соревнования в Шамане, это уровень. И эти соревнования, конечно же, хочется пробежать хорошо. Задачи у меня выиграть не было. Ответственности никакой не было перед собой. Но все-таки я даже до 10 километра у меня даже мысли не было, что я попаду в тройку. Потом начались более техничные подъемы и ровные участки с камнями. Ну, там уже я смог начать догонять соперников. И когда были спуски, пусть они были небольшие, я очень много тоже там отыгрывал. Спуски бежал быстро, по часам. Местами получалось из трех минут. Пытался всеми способами добавить и отработать все, что есть на спусках. И догнал ребят. Вышел вперед. Мы начали убегать вчетвером. Потом нас осталось трое. Потом двое. И к финишу я собрался. И очень сильно потерпел последние 4 километра. На самом деле у меня последние 4 километра, пусть был 170, то для меня очень высоко, так как на тренировках, например, 170 я никогда практически не поднимаю. И последний раз о соревнованиях. Я помню только в 2015 году на Канжаке, когда я его выиграл, что концовку я набегал на таком пульсе. Ну, мне такие гонки тяжело бегать. Два часа работы все время в кору. Так как я специализируюсь в ультрамарафоне сейчас. И, конечно, они необходимы, такие гонки тоже. Но к ним нужно специально готовиться. Просто сегодня 2 часа, и я их очень сильно терпел. Конечно, после гонки ты себя чувствуешь хорошо. Но все-таки на ультрамарафоне совсем это другая терпежка. То есть здесь ты терпишь, потому что ты не можешь быстрее. А там ты просто терпишь, потому что ты больше не можешь бежать. И ты все время терпишь. Но совсем по-разному. И я очень рад, и я не ожидал, что я выиграл сегодня. И это за 6 дней вторая гонка, и вторая победа. Но сегодня, на самом деле, я, конечно же, должен был хорошо пробежать. Так как любимая вчера была третья на 80 км Ден-Ломблан. А эта гонка здесь считается как марафоны 80 основными гонками, а 23 гонкой спутниками. И хотелось тоже сегодня выйти на пьедестал. Ну, вот так сложилось. И хорошо, через 2 недели чемпионат Европы. Надеюсь, хватит сил отойти. Как погода на тебя сказалась? Погода жарко. Я вот задумывался, как вчера бежали 80 км. Всего 2 часа я сегодня не бежал. И вот эти 30 градусов, пекло. Я бежал в кепке, но вообще не спасало нисколько. Очень жарко. А километраж такой же? 23 км был по дистанции? Кстати, я бежал уже эту гонку в 2014 году. И тогда было 22 600. Сегодня было 25 км. Не ожидал я, что на финише будут изменения. Участок в конце пустили через верх. То есть мы бежали в гору финиш. А здесь мы забегали и спускались. То есть и набор высоты получился больше, и расстояние. Поэтому время немножко больше. Это заметно и у победителя мужской группы, и женской, что на 10-15 минут, а у женщин даже на 20 минут сбегали хуже, чем позапрошлым годом. В прошлом году тоже был другой трек. Из-за плохой погоды финиш был внизу. Но если сравнить 2013-2014 год с этим годом, то сегодня было больше и по расстоянию, и по набору высоты. А так хочется тоже отметить, но вообще как бы про организацию здесь даже говорить нет смысла. Здесь все просто на супер-топовом уровне. Но очень удивило то, что у нас практически всю гонку сопровождали велосипедисты. Кроме техничных участков, очень удобно, очень классно. Бежишь, не задумываешься о разметке. Ну и я не заблудился. Значит, это показатель хорошей разметки. Так как, к сожалению, часто такое бывает. Несмотря на то, что я отношусь внимательно вроде бы ко всем нюансам гонки, что может показаться, что может быть халатно я отношусь, поэтому я где-то заблудился, где-то еще какие-то проблемы произошли. Но это горы. Здесь, как внимательно не относись, может все сложиться не так, как было задумано. Какие следующие планы? Сейчас мы отправляемся в Аль-Дезер. Специально мы сюда заехали. Живем не в Шамане, а повыше на высоте полторы тысячи метров. Сейчас отправляемся на высоту 2200 метров, чтобы акклиматизироваться к чемпионату Европы, так как там 70 километров с набором высоты почти 6000 метров. Со снежными участками, тяжелая очень гонка. В прошлом году я бежал ее, был третьим. Надеюсь, в этом году... Ну, задача попасть в топ-5, так как чемпионат Европы будет сильный состав. И если я попаду в топ-5, я останусь лидером мирового рейтинга до конца лета. Ну и, конечно же, на фоне всех гонок, которые уже прошли, их было в том сезоне очень много, я надеюсь быть в хорошей форме, но, скажу честно, тяжело, очень тяжело. Все результаты мотивируют, но нужен период восстановительный, и нужен небольшой базовый период, хотя бы месяц. Иначе вот-вот начнется падение результатов. Это статистически уже, как бы, ну, мы подсчитали. Ну, постараемся это избежать. И вот в Альдезерии мы будем 2 недели, ну, и через 2 недели старт чемпионата Европы. После этого мы отправимся в Италию на гонку экстрим-серии. Ну, а потом, надеюсь, поедем куда-нибудь отдохнуть, будем крутить велосипед, заниматься на тренажерах, ну, и хотя бы недельку насладимся альтернативными методами тренировки, а потом готовиться, потом тренироваться в лагерь на Игрусе. Ну, и с конца августа начнется опять очередная бешеная серия стартов. Надеемся, сезон сложится. Хотя, на самом деле, как бы он ни сложился, в любом случае, мы уже будем довольны этим сезоном, так как результаты, которые есть сейчас, они достойны того, что мы сделали для этого. Мы очень хороший базовый период зимой провели. В принципе, как бы ни сложилось, сезон отличный. Спасибо всем, кто поддерживает, следит. Мы как бы в каждом видео говорим, что это очень мотивирует. Это правда мотивирует. Ты пережишь о гонке, задумываешься, потому что ты не только для себя бежишь. Ты бежишь и для тех, кто следит и переживает. И лишняя мотивация, она всегда только на пользу. Спасибо большое. Удачного восстановления и удачи на стартах. Спасибо. Продолжение следует...